10 в Петербурге мы начинаем программу профессионал и сегодня в нашей студии в программе профессионал экономический обозреватель 47 news Артем Шалякин как я уже говорил речь пойдет о том что происходит в Ленобласти несложно догадаться дело в том что Газпром намерен построить в Ленобласти еще один завод по сжижению газа в отличие от гиганта Балтийский СПГ новый комплекс будет полностью российским стратегический проект должен обеспечить отрезанный от страны Калининград соответственно газом ну что об этом поговорим сейчас с Артемом вы нам можете задавать вопросы используя форму обратной связи под плеером Фонтанки офис и конечно используя страницу в социальных сетях офиса Фонтанки все это работает Артем добрый день здравствуйте да ну что расскажите пожалуйста действительно ли к одному заводу про который мы уже знали и кажется привыкли к мысли что он когда-нибудь появится решили прибавить небольшой теперь да действительно стало известно это совсем недавно причем официально Газпром пока это не комментирует вот но тем не менее вот редакции 47 news побеседовал с нашими скажем хорошо знакомыми топ-менеджерами Газпрома выяснилось что действительно так тихо в ленобласти готовится еще один стратегический проект если говорить о большом заводе да балтийский СПГ мы о нем писали многократно и Фонтанка о нем писала это самый большой инвестиционный проект на новейшая история ленинградской области его планируется построить до 2021 там или 22 года и он будет принесет бюджет ленобласти в экономику ленобласти почти триллион рублей да не маленькие деньги вот но он насколько я понимаю строительство начнется дай бог в следующем году сейчас еще только недавно выбран участок порту услуга и соответственно будет готовиться проект но это такая долгоиграющая история вот на фоне этого вдруг становится известно о том что Газпром параллельно в очень сжатые сроки строит намерен построить еще один завод в выборском районе ленинградской области чтобы было понятно это то место где находится компрессорная станция портовая от которой фактически начинается северный поток трубопровод северный поток которому наш газ идет европу это логично там есть инфраструктура там есть мощности и вот если большой завод балтийский спг должен производить примерно первую очередь его предполагается 10 миллионов тонн жиженного газа вторая возможное расширение до еще 5 миллионов то есть совокупно до 15 миллионов тонн природного газа то вот этот маленький завод условно говоря я буду называть его условно говоря заводу кс-портовая нет названия еще это не используешь термин заводик нет отношению газпрому использовать любые любые уменьшительные суффиксы как-то не неудобные но не знаю мне кажется можно говорить как газпромчик газпромчик я так например отношусь я думаю что в правительстве в правительстве ленобласти так сейчас радуется таким инвестиционным проектом что так и говорят наш газпромчик не знаю вот нет не наши петербургские тут важно и не наш вот это не надо нам пожалуйста вот вот маленький как ты сказал заводик будет производить полторы полторы миллиона тонн жиженного газа в год причем должен начать работать уже в первом квартале восемнадцатого года такой довольно амбициозный проект а полтора это количество большое производство с чего я думаю что здесь сравнительно чем я думаю здесь надо говорить не о том много это или мало а о том для чего это нужно потому что надо понимать что все таки кризисный год да да как говорят наши экономисты кризис продлится там рецессия продлится минимум три года да и газпром как монополиста корпорация вряд ли делает какие-то скажем так абстрактные да там как решение взяли построили заводик на полтора миллиона тонн почему на полтора миллиона вот здесь интересно как нам стало известно значит сумма складывается из двух вот это число складывается из двух чисел значит это миллион двести тысяч тонн которые будут отправлены целенаправленно направляться в калининград целевое будут иметь целевое назначение то есть здесь логика понятная проста калининград наш анклав он отрезан до территории страны газ туда поступает через прибалтику наверно вряд ли там можно говорить о том что в руководстве страны думают что при там прибалтика в странах евросоюза возьмут и перекроют газовый крантик для калининграда но наверное это какие-то политические да стратегические решения как игра в шахматы то есть дабы вообще не рассматривать такую возможность мы делаем собственный завод и вот потребности калининградской области в год это миллион двести тысяч тонн именно столько танкерами будут напрямую из выборского района ленинградской области отправляться туда то есть соответственно 4 5 выработки 4 5 выработки соответственно калининград никак не будет зависеть от соседей хорошая новость да в плане газа до не мере да здесь надо еще наверное припомнить что недавно была информация о том что в калининградской области будет строиться новый пассажирский порт и таким образом наверное решается теоретическая возможность избежать железнодорожного сообщения через страны евросоюза то есть пожалуйста пожалуйста кораблями вот все все для моря надо понимать что большой проект газпромом балтийский спг он тоже уникален помимо он то есть у нас есть на ямале завод да там порт с обето у нас есть на сахалине но это первый первый завод северо-западном регионе да по сжижению природного газа и его суть то точно такая же то есть если мы говорим о магистральных нефтепроводах да то они в любом случае проходят в европу по то есть через европу они идут по территории нескольких там государств государств да и как будут складываться дальнейшие отношения там со всем евросоюзом и с этими государствами непонятно вот понятно что геополитическая обстановка у нас непростая а завод по сжижению природного газа это мобильность это танкеры их можно направить туда или сюда вот насколько я помню в сша там строится порядка 30 таких заводов да там три уже вот то ли заработали то ли заработают недавно всего их там больше двух десятков вот у нас вот здесь точно такой же принцип эта мобильность это возможность не зависеть от с сухопутной территории из предельных государств но об экологическом да вернемся к региону региону польза есть какая-то экологическая опасность есть у этого завода но я не думаю что уместно говорить любого любого завода по любого предприятия промышленного есть некая степень там до экологической опасности но дело в том что там уже существует инфраструктура там есть станция компрессорная портовая туда подвод подходит один газа газопровод и оттуда соответственно уходит другой газопровод да вот поэтому это просто земельный участок площади примерно там 60 там то ли 55 то ли 65 пока непонятно по крайней мере нам пока неизвестно гектаров из лесного фонда который если все это будет согласовано на уровне регионального правительства я почему-то думаю что с такими игроками да это будет согласовано приказ соответствующий насколько мы знаем первым лицом газпрома уже подписан и вот на этом участке при вплотную к станции будет построен вот это производство здесь уникально как бы ну стоит отметить еще одну вещь это завод полностью русский то есть в большом заводе спг балтийский да вот кстати почему там довольно медленно отметил бы что довольно медленно продвигается его строительство но строительство еще не начатое вообще весь процесс его создания не начатое это западные технологии то есть около 17 процентов если там ну почти 20 процентов себестоимости строительства завода это деньги которые идут за границу это лицензированные технологии собственно американские технологии там по-моему американское немецкое оборудование используется которое надо поставить страну вот соответственно курс евро понятно выделывают кульбиты экономисты все время считают там экономисты газпрома считают так или сяк вот это будет стоить там 12 миллионов или там 12 миллиардов или евро или 12 с половиной вот это вот эти вещи вот они как бы экономика считается и соответственно она ведь так понимаю что окончательно наверное дай бог будет утверждена к маю. После этого уже будут какие-то подвижки. Так вот этот завод, о котором мы говорим, заводик, с лучшего позволения, он полностью отечественный. Здесь используется другая технология. Я, наверное, даже не смогу произнести это слово. Технология сжижения. Технология сжижения. Турбодетандерный цикл. Я, ей-богу, не знаю, что это значит, но эта технология изобретена советскими учеными. То есть в 30-х годах, насколько я посмотрел, бегло в интернете, открыт принцип. Где-то в 70-х годах прошлого века изобретена сама технология. Она наша, она не требует никаких лицензий, она не требует никаких западных технологий. И все узлы для этого завода будут произведены на территории страны. Вот там блочный принцип используется. Эти блоки будут произведены на территории страны. Основной производитель завод Криогенмаш в Балашике, Подмосковье. Оттуда будут поставлены блоки. Конечно, наверное, в каких-то блоках будут использоваться иностранные технологии, но это уже не касается... То есть сам Газпром просто заказывает модульные блоки. В России, да. Они знают, сколько они будут стоить. Он знает, сколько они будут стоить. Эти все поставят. То есть это как бы технологии импортозамещения в действии. То есть это вот интересно. Второй очень интересный момент касательно этого завода. Понятно, миллион двести тысяч тонн это стратегия. Государство сказало, где-то наверху принято решение, что Калининград надо снабжать. Но оставшиеся 300 тысяч тонн это коммерция. Причем коммерция очень интересная. Этот жиженый газ пойдет для обеспечения кораблей, путешествующих, движущихся по акватории Балтийского моря, по Балтике. Дело в том, здесь тоже такой интересный момент. С 1 января 2015 года вступило в силу предложение к международной конвенции по уменьшению выброса серы. Эта экологическая конвенция подразумевает, что в топливе, которое используется судами, ходящий по Балтике. Там выбраны две зоны. Одна, по-моему, в районе Ла-Манша, а вторая в районе Балтики. Вот серы должно содержаться не более 0,1%. Это уже с 2015 года. Соответственно, к какому-то там, я не помню, 30-му, что ли, году или 20-му эта конвенция вступит и в других акваториях, но пока вот это Балтика. Основная масса судов, которые путешествуют по Балтике, используют мазут. Мазут содержит много серы. Это очень актуально для... Сейчас для... То есть какие выводы есть у транспортных... Выходы есть у транспортных компаний? Всего три. Значит, либо перейти на дорогую очищенную солярку... Здесь слово «дорогое», оно как бы все объясняет. Это экономически невыгодно. Второй способ — это устанавливать такие штуки, как каталитические... установки для каталитической очистки газов. Катализатор, да. Фактически катализатор. Только в отличие от автомобилей, такие установки для кораблей весят примерно 500 тонн. То есть не на все проекты судов их можно, в принципе, поставить. Во-вторых, она уменьшит объем возможного перевозимого груза. И, собственно, точно так же скажется на рентабельности. Ну а третий способ — это перейти на жиженый газ, использование которого не приводит к выбросу в атмосферу серы. Здесь надо понимать, что эта технология установка, сама переделка силовой машины на жиженый газ, она будет требовать, конечно, затрат финансовых, но топливо само дешевле, чем сольфолярка, высоко очистки, намного. И в долгой перспективе это, соответственно, рентабельно, экономически рентабельно. Поэтому я так понимаю, что в «Газпроме» посчитали, что как минимум отечественные суда уж точно перейдут на жиженый газ. Но вот этих 300 тысяч тонн, по оценкам экспертов, хватит на то, чтобы обеспечить суда всех транспортных компаний мировых, которые путешествуют в аппатории Балтийского региона. То есть будет заправка «Газпромовская». Да, будет, соответственно, «Газпром» будет поить газом «Балтику». Это коммерция. По-моему, отличная история. Отличная, да, отличная история. Ну, теперь будем наблюдать за сроками реализации проекта. А в 2018 году обещают закончить? Предполагается. То есть предполагается, что он должен так содержиться в приказе, такая информация в приказе «Газпрому» содержится, что до первого квартала 2018 года все должно уже работать. То есть если сейчас это участок, покрытый лесом, то, соответственно, за практически менее, чем за два года, ну, за два года, должен появиться завод. Вот будем за этим наблюдать. А я не очень знаком с технологией, может быть, ты знаком. Если газ сначала, вот он его сжижает, то его потом нужно как-то обратно в состояние газообразное, наверное, превращать? Да, я думаю, что здесь в данном случае работает принцип зажигалки. Вот если у тебя зажигалка, в ней газ-то внутри жидкий, а, соответственно, он там находится под каким-то давлением. Он распыляется. Я думаю, что дело в этом, да. Честно говоря, как человек, не имеющий технического образования. Да, я химического в данном случае, я тоже не химик, не понимаю, просто я думаю, надо ли «Газпром» устроить что-то в Калининграде для того, чтобы этот газ превращать... Я так понимаю, ну, наверное, они будут закачивать его просто в систему. Они, видимо, будут закачивать систему, да, и он, соответственно, будет снабжать всю Калининградскую область. То есть Калининградская область поможет стратегическому анклаву. Да, ну и вообще Калининградской области это тоже должно неплохо помочь. Ну, конечно, это деньги в экономику, это рабочие места. То есть надо понимать, что для того, чтобы построить большой завод, Балтийский СПГ, у нас просто даже в производимого, ну так, предварительного, я беседовал с экспертами, количество производимого бетона, да, количество производимого, там, ну, кирпича, там, каких-то строительных материалов на территории Ленобласти просто не хватит. Ничего сейчас просто нет. Ну, это гигант. Понятно, это гигант, он там появится, там, через 5-6 лет, это несколько лет будут завозиться туда строительные материалы и так далее. Это, конечно, это, там, тысячи рабочих мест, условно говоря, это доходы в бюджет, это налоги, то есть, ну, это понятно, вся история. Все это, когда, первый, я так понимаю, что у нас вообще на Западе, да, страны нет заводов по сжижению природного газа. Вот, это очень крупный проект. То есть, для экономики того же Ямала и для экономики, там, Дальнего Востока строительство этих заводов, оно, ну, принесло огромные дивиденды. А вот ты об этом узнал, и об этом стало известно, и есть ли какие-то официальные, более официальные заявления? Нет, пока на данном этапе ничего официально не комментируют. Я так понимаю, сейчас на, то ли на этой неделе, то ли на следующей, должны состояться, должна состояться презентация проекта для губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Я думаю, что после того, как это произойдет, либо от пресс-службы правительства областного, либо Газпрома, либо совместно будет какой-то пресс-велиз. Какое-то решение. Да, то есть, впечатляет скорость. То есть, как только ушел приказ, да, вот уже всего два года остается времени. Соответственно, никто заранее не мог анонсировать, да, я думаю, поэтому, наверное, в большом Газпроме пока не хотят комментировать, потому что, ну, просто не готовы были, что называется. Сейчас вот посмотрим. Посмотрим. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напомню, что это была программа «Профессионал». Артем Шалякин был в нашей студии, экономический обозреватель портала 47 News, рассказал нам, в общем, неплохие новости про Ленинградскую область. Или нам есть какой-то, надо как-то негативно относиться к этому? Нет, я здесь не вижу никакого негатива, только позитив. Ну, и слава богу. Подробности и развитие этой ситуации за ним всегда вы можете следить на портале 47 News. Мы сейчас прервемся на Daft Punk, после чего программа «Экипаж» в эфире. «Экипаж» 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 «Экипаж»